Ну что, друзья, сегодня у нас второй день прогулок по Выборгу, мы продолжаем знакомиться с культурой средневековья и продолжаем мы свое знакомство, нет, не с Выборгского замка, а с францисканских пряничков, очень даже вкусно, как говорится, кто не работает, тот ест, сначала чай, потом экскурсии, ну подожди, кот, ну что, чай погоняли, пряники подъели, теперь пришло время отправляться в Выборгский замок, ну а прямо за мной памятник его основателю, шведскому маршалу Тургельсу Кнутсену, кстати, первый памятник в Выборге. Как я уже упоминала в начале репортажа, Выборгский замок был построен в 13 веке и находится он на острове, и остров этот принадлежал территории Швеции, поэтому Выборгский замок это шведская средневековая крепость. А в ходе всяческих разнообразных войн Выборг переходил из рук в руки, и до 1939 года был территорией Финляндии, и только в 1939 году Выборг стал частью России. Сейчас мы обходим этот остров понизу вдоль стены, а потом уже поднимемся ближе к самому замку. А здесь вот такая вот стена. Музыка. 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 Кстати, вот эта главная зазорная башня называется башней Святого Олафа, и названа она так в честь норвежского короля, жившего в начале 11 века. Олаф Святой один из самых почитаемых скандинавских святых. Вход на территорию замка свободный, однако если вы хотите подняться на башню, за это нужно дополнительно заплатить. Кроме того, периодически на территории Выборгской крепости проводятся разные фестивали. Очень известный фестиваль реконструкторов «Майское древо», всякие рыцарские турниры и вот такие мероприятия, связанные с реконструкцией средневековой. Вот он, внутренний двор Выборгского замка, и вот те двери – это как раз музей. Три этажа музея, который рассказывает историю Выборгской крепости. Входной билет стоит 500 рублей, он включает в себя все экспозиции музея, плюс подъем на смотровую площадку больше 50 метров. Есть здесь также гончарная мастерская. Сзади меня вот вход в рыцарский зал, там представлено оружие, рыцарские доспехи тех времен. На территории также можно примерить средневековый костюм, сфотографироваться и пострелять из лука. И даже вот такая страшная комната здесь есть, но что-то мне туда не очень хочется заходить, если честно. Вот, кстати, здесь есть кафешка и зона виртуальной реальности. Ну что, друзья, вот такой вот он Выборгский замок, Выборгская крепость шведская 13 века. Если ни разу не были, то очень советую посетить, не пожалеете. Мы тут решили взять себе на память сувенирчик, надеюсь, нас никто не поругает. Ну а прямо сейчас отправляемся в парк Мон-Репо. Ну что, друзья, вот мы и подобрались к парку Мон-Репо, но мы же легких путей не ищем, поэтому будем заходить не через центральные ворота и платный вход, а по секретной тропочке. И прямо сейчас спускаемся вниз, вон туда, где эти пути. Вот так вот пробиваемся сквозь чащи. Хорошо хоть тропка есть. Все, выбрались к путям. Вот мы тут обнаружили, что есть дорожка, тропка выше железной дороги, и решили по ней пойти, потому что железная дорога действующая. Здесь, кстати, ходит поезд Аллегра, Питер-Хельсинки, поэтому просто не очень безопасно по ней идти. А почему мы, собственно, поперлись не как все нормальные люди через главные ворота, а какими-то окольными путями? И вовсе не потому, что у нас душат жабы заплатить деньги за вход. Нет, просто нас интересует не туристическая часть парка Мон-Репо, а скорее мистическая часть парка Мон-Репо. Мы ищем бункер. Была я в этом бункере всего один раз много-много лет назад, и заходила я в него совершенно с другой стороны. И на картах он не обозначен, и даже на мэп-сми его нет. Но висят какие-то вот таинственные вывески погреба. Может быть, это оно. Попробуем пройти по этим путям. Может быть, указатель погреба приведет нас к бункеру. Мон-Репо вообще место мистическое. Тут помимо войн еще и захоронения всякие, даже некрополь есть. А еще и мегалиты, и источники. В общем, одно сплошное место силы. Встретился нам добрый велосипедист, который сказал, прямо пойдешь маяк найдешь, еще дальше пойдешь второй маяк найдешь, и вот мы возле него. А еще чуть-чуть пройдешь, и бункер найдешь. Который, кстати, называется на его карте, который он нам показал. Это укрепление графа Чернышева. Ну вот, нашли мы бункер. Причем подобрались к нему не с первого раза, потому что здесь такой вот окоп большой. Там вода какая-то. Вот, поэтому пришлось обойти немножечко. Он такой вот старый-старый, заброшенный, очень большой. И туда внутрь можно зайти. Такие штуки в лесной глубинке таятся. Вот ступенечки вниз. Да, конкретная тут постройка вообще гигантская, очень масштабная. Страшно даже представить, кто там живет. Какие силы. На самом деле выглядит впечатляюще. Ну что, внутрь пойдем? Страшно же внутрь заходить. Ну куда деваться. Да. Так, ну вот, мы тут пытаемся зайти. Тут все хлюпает, темно. Вообще, очень страшно. Акустика сумасшедшая. Пожалуй, я пас. Ну, как говорится, дорожку мы вам показали, а дальше сами. Не, место реально жуткое, затхлое. Здесь сыро, комары. Страшно. Вот. Но, как говорится, для любителей пещерной всякой такой экзотики очень даже интересно. Ну что, вот мы и спустились с гор оттуда. И сейчас направляемся в туристическую часть. Будем смотреть, что там в туристической части парка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и место, которое на туристической карте называется край света То есть это с той стороны край света, а мы как бы зашли с другой стороны С конца света, как-то так Тут понятное дело, что закрыто, чтобы всякие там не ходили Но мы сейчас будем обходить, даже перелазить не будем Ну вот и признаки цивилизации Статуи всякие тут стоят Это, между прочим, Вяньямёнин Какой-то вот певец финский Шум, гам, людишки Вот что значит пришли в туристическое место Видели когда-нибудь семена папоротника? Вот они Маленькие такие С обратной стороны листиков Так, друзья, внимание, без шуток Место, где я сейчас нахожусь, рекомендовано только для женщин Потому что здесь находится женский коллективный эгрегор То есть мужчинам сюда не рекомендуется заходить Здесь нетронутая природа Вот эти липы, которые там по периметру растут Им больше двухсот лет И вся природа, которая здесь есть Она абсолютно нетронутая Вот в этом участке конкретном Вот, его нужно пройти по часовой стрелке Вот, он такой как бы в отдалении от парка Такой закуточек И по часовой стрелке Вот Такой вот по периметру, там, тропинка Её нужно пройти Я сейчас только что это сделала И вот первое ощущение, когда я только сюда зашла Как будто я попала в какую-то плотную среду Такой очень плотный воздух То есть я шла, и мне шаги даже давались с трудом Дыхание давалось с трудом То есть вот как будто какая-то вот плотность здесь повышенная В воздухе витает Вот И потом, когда начинаешь идти Вот Ну, здесь, конечно, каждый своё получает Это понятное дело Но у меня вот выключила мысли вообще То есть просто вот как отключился ум полностью Пустой, чистый Я прошла вот этот весь круг Просто в полной тишине В такой внутренней Вообще, мне кажется, здесь можно не один круг сделать И даже проработать какие-то вопросы Но у меня сейчас в данный момент немножко другая цель здесь Поэтому у меня здесь сейчас такая вот обзорная прогулочка Вот, я здесь ничего не прорабатываю Вот, но вообще чувствуется энергетика Что можно здесь получить какие-то ответы на вопросы Но именно по какой-то женской внутренней тематике Монропой сейчас, конечно, активно реставрируют Всё тут переделывают Вот И то, что пять лет назад было Сейчас уже не узнать Пока непонятно, к лучшему оно или к худшему Но нужно принимать то, что есть Поэтому сейчас всё немножко вот в таком вот каком-то хаосе Груда камней Здесь вот был источник Нарцисс Вот сейчас тут вот такой вот забор Валяются камни Ну, посмотрим, что они из всего этого сделают Новый восстановленный храм Нептуна Оригинал был построен в начале 19 века Вообще весьма сомнительная постройка Потому что сам храм, он сгорел давным-давно И это полностью восстановленное То есть это полный новодел, на который потрачен миллион Ну, и здесь не то, что храмом не пахнет Вообще Какое-то Ну, такое впечатление, что кукольный домик Другими словами, лютый фейк Я такое, честно, не люблю Ну вот, как видите Там идут активные работы на той стороне Вот парк превращают в культурный какой-то центр Вот И туда сейчас не попасть, к сожалению Но раньше там было очень здорово Там как раз вот все достопримечательности такие природные Падающий камень, кедр Кедр, кстати, вот отсюда видно Я приблизила Вот там он За такой оградкой небольшой Очень мощный кедр Очень-очень старый У него там необычным образом ветви растут Но сейчас все перекопано А вот план-проект Каким хотят сделать входной аллеи Ну, весьма неплохо Сейчас вот так Все культурно Ну что, друзья, вот и закончилось наше путешествие по парку Монропо Вот я сейчас стою на мостике Где мы как раз сегодня утром в него спускались И шли по этой железной дороге Ну а прямо сейчас мы отправляемся в неизвестном направлении И будем искать ночлег Предполагаю, что это будет где-нибудь берег Ладожского озера Пока не знаю Будем смотреть по карте Надеюсь, видео вам понравилось И парк Монропо, несмотря на то, что он сейчас на реконструкции Но он заслуживает внимания и посещения Особенно не туристическая его часть Поэтому приезжайте обязательно, когда будете в Выборге Спасибо за просмотр И не забудь поставить лайк Подписывайся на мой канал И следи дальше за нашим ураганным трипом Следующая остановка – Республика Карелия